К 2021 году средняя зарплата по республике составит 56-59 тысяч рублей. Для сравнения, сейчас этот порог 50 тысяч. Новый ориентир предусмотрен социально-экономическим прогнозом. Он зафиксирован в распоряжении, которое подписала первый вице-премьер правительства КОМИ Лариса Максимова. Прогноз составлен в трех вариантах – консервативном, базовом и целевом. Первый отличается стрессовыми внешними условиями, а вот по последнему в ближайшие три года, наоборот, должны сложиться факторы, стабилизирующие экономическое положение предприятий. Это рост добычи полезных ископаемых, переработки, строительства, а также сельского хозяйства с вводом новых технологичных объектов. Положительная динамика заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности будет способствовать возобновлению роста реальных доходов населения, в том числе пенсионеров. У нас появились впервые в 90-х годах закон о ветеранах, войны, труда, оборуженных сил, закон о инвалидах, закон о социальном обслуживании, социальной защите. Это огромный социальный блок, где предусмотрены были все категории. И суть заключается в том, что помимо пенсии была большая, не была, а есть большая социальная подушка. Отметим смертность в прогнозируемый период уменьшится, что связано с внедрением в сфере здравоохранения усиленных мер борьбы с основными причинами смертности. Впрочем, общая численность населения в Коми все-таки будет снижаться за счет миграционного оттока и снижения рождаемости.